В бизнесе невероятно важно находить еще не освоенные конкурентами ниши с хорошим коммерческим потенциалом. В этом и заключается талант предпринимателя, который анализирует рынок и выстраивает бизнес-стратегию. Бывает и так, талантливый человек просто следует своей творческой цели, своей мечте и таким образом делает открытую им нишу успешной и привлекательной. Какая стратегия ума или сердца эффективнее, интуитивно или прагматически? В особенных случаях ум и сердце, экономика и искусство, рынок и творчество объединяются в одно единое целое. Вот об одном из таких кейсов мы расскажем сегодня в программе про бизнес. Перед вами гончарная мастерская, открытая совсем недавно художником, преподавателем и теперь уже предпринимателем Баян Давлетовой. В этом ярком пространстве для клиентов проводят мастер-классы по гончарному ремеслу. Как вы увлеклись искусством и в частности гончарным делом, гончарным ремеслом? Вообще я выросла в творческой среде. Среди нас есть музыканты, поэты, связанные с изобразительным искусством. И сама я с детства к этому привлечена. Как я пришла именно к гончарному искусству, как-то помню, было лето, на берегу речки, и мне попался кусочек глины. Вот точно, четко помню. Я из нее вылепила какую-то фигурку, потом я все это время искала по берегу, вот именно глину искала. Нашла, собрала, домой пришла и куча-куча разных фигурок слепила, человеческих, животных. Ну, по детской наивности я их положила в холодильник, чтобы они там замерзли и окрепли. Тогда же я не знала технологию. Вот это первое мое знакомство с глиной было в 10-летнем возрасте, наверное. Ну, а дальше, обучаясь у себя на худографии, у нас была дисциплина скульптура. Вот тогда это было мое второе знакомство с глиной. Мы лепили из глины различные скульптурные изображения. В 15-м году я в своей школе открыла как раз дисциплину, ну, направление работы с глиной. Дальше опять я попадаю в Москве, попадаю на один мастер, на курсы гончарного ремесла одному знаменитому ремесленнику. Там, получив несколько уроков, основных уроков, я уже окончательно решила, что я это направление открою в Уральске. Это был 18-й год. Ну, в 19-х годах я пишу уже проект, проект, и, ну, этот проект я защищаю в дому, выигрываю и получаю грант на приобретение оборудования. И вот и в 20-м году у меня родилась моя школа. И вот так вот незаметно, незаметно эта малышка выросла, ей уже больше двух лет. Вообще, этот проект я вообще посвятила своей маме. Она у меня в последние годы болела Альцгеймером. И я думаю, почему нет той мастерской, где пожилые люди могли прийти и поработать руками. И вот поэтому я этот проект посвятила своей маме. И очень хотелось, чтобы этот проект состоялся. И он состоялся. Я рада. Ну, 20-й год, ведь очень тяжелый год. Да, очень тяжелый, да. Как вы решились, во-первых, именно в это время начать свое дело? Какие были сложности? Именно, да, 19-20-й год, это попался на год пандемии. Такой пик самый. Да, пик самый был. Конечно, небольшая, даже страха не было. В принципе, я была уверена. Я уверена была, что это направление очень будет полезным как раз на данный момент. Я не входила в ту группу, что у меня там 30 человек сидит. У меня группы были малочисленные. 3-6 человек. И этот как раз момент, ну, не считайте того времени, когда нам не разрешали выходить из дома, народ пошел. Потому что как раз он нуждался в такой терапии. Очень нуждался. И как раз в этот момент Уральск начал приходить ко мне. Это дети, взрослые опять. И для меня, как бы, сама пандемия, вот это вот ограничение особо не повлияло. Как устроены ваши мастер-классы, ваши уроки? Что вы, какие вы создаете изделия, да, произведения вот на этих уроках? Ну, вообще, мастер-классы у меня идут исключительно по записи. Строга по записи. И я, конечно, стараюсь обговорить со своим клиентом удобное для них время. Но, словом, молодежь, работающая молодежь, парочки, они любят приходить после рабочего дня. Очень популярно в нашем городе арт-свидание. Молодежь приходит при свечках, при вратной. И наедине они сидят и создают свой шедевр. В дневное время приходят у меня мамы, домохозяйки с детьми. И воскресные дни. То есть клиенты самые разные? Самые разные, да. Застов, профессии. Приходят, у меня есть программа «Малыши плюс помощник», да, приходит малыш младше 4 лет. Но помощники берут своего родителя. И они вместе создают свой шедевр, маленький шедевр. То есть еще внутрисемейные истории? Да, это уже общение. Общение, когда приходят папы, мамы, дети. И они общаются, они получают удовольствие. У них новые положительные эмоции разные. Сам процесс, он как происходит. Есть, конечно, два вида гончарного ремесла. Это работа за кругом и керамическая ручная лепка. Оба процесса очень интересны по-своему. За кругом мы делаем базовые. Базовые изделия, это входят цилиндрические базовые изделия. Это может быть пиала, это может быть небольшой горшочек, это может быть тарелочка. А клиенты могут сами предложить какую-то идею? Они хотят что-то создать. То есть они могут выступить со своей инициативой? Есть такая возможность, очень большая возможность именно в керамической лепке. То есть заранее можно продумать, что ты хочешь, и они мне высылают фото подобные. И мы делаем аналог. Я, конечно, прорабатываю последовательность данной работы. И такая возможность именно в керамической лепке есть. А за гончарным кругом все-таки это базовое. Но некоторые детали, мелкие детали, как леплина, какая-нибудь роспись, это уже на усмотрение самого участника, то есть на его фантазию. Как он хочет, как он видит. Вот вопрос с финансированием. То есть вам какую-то часть помогли из оборудования, помог фонд дому, а вот дальше основная часть средств, где вы нашли? В общем-то, естественно, открыть гончарное ремесло как бизнес, это не совсем недешево. Естественно, у меня вопрос возник, как и где я, каким образом я приобрету оборудование. Самое главное оборудование было гончарные круги и муфельная печь. Остальные по мелочам, это можно было бы из прибыли вытащить все. Поэтому самая основная цель – это было приобретение именно гончарного оборудования. Ну, как раз мне тогда знакомые посоветовали, сказали, напиши проект, защитись. Ну, и повезло мне, я выиграла грант на это оборудование. Дому мне помогло с приобретением оборудования. То есть я купила все, вот это основное. Только самую затратную часть? Самую затратную часть – это была муфельная печь и гончарные круги. А остальная часть – это ваши личные средства? Да, остальные… Не пришлось какой-то кредит брать? Нет, я не брала кредиты, то есть я не брала кредит. Все остальное я приобретала за счет собственных средств. То есть мастер-классов, все это приобретала. Конечно, это по нулям, все, естественно, шло. По нулям, потому что я на всю прибыль… Получила там 20 тысяч тенге, все, я покупаю там, да, кисточки, инструменты, стеки. Потом опять что-то поступило, и я приобретаю там, ну, эти выразительные средства, как ангобы. Это все натуральные же, и оно стоит не дешево. Ну, всегда тратилось на приобретение. Так как у меня своя коммерческая недвижимость, мне было легче. Это в Азо-студии я начала, начало было. А после, естественно, я расширилась, поэтому я уже нашла другую локацию. Более широкую, просторную для себя, удобную. Как вы находили своих первых приемов? Вообще, у меня есть изобразительная студия, и в 2015 году в программу своей из Азо-студии включила гончарное ремесло. Кто знал о гончарном ремесле? Это были мои родители, моих воспитанников, студийцев из Азо-студии. Дальше прошла идея открыть гончарную школу самостоятельно. И первые клиенты попали ко мне, я думаю, через Инстаграм. Они увидели мой новый аккаунт, возобновленный аккаунт, и все пошло-поехало. Народ нуждался в новом арт-постранстве. Город наш нуждался в новом арт-постранстве. Оно у нас появилось. То есть до этого подобной гончарной мастерской не было? В гончарной мастерской, которая была бы доступна? Да. Вообще-то гончарное ремесло. Это было в Назарбаевской школе у нас есть. И в УЗИ ЗКГУ. Это как дисциплина для художников-прикладников. Для студентов. Да, для студентов в основном. А для широкого населения. В больших городах Казахстана, во многих городах Казахстана, эти мастерские, они рождались, они появлялись как грибы после дождя. И я думала, почему у нас в УЗИ ЗКГУ такой мастерской школы нет? И вот тогда пришла мне идея открыть гончарную школу. Как сейчас выглядит механизм привлечения новых клиентов? Большей частью привлечения клиентов – это все-таки рекомендации. Сарфанное радио, да. Ну и, конечно, в свой вклад выносит Инстаграм. Многие следят за моим Инстаграмом. То есть Инстаграм – это главная площадка? 60%. 60% – это играет роль Инстаграм. Но большей частью все-таки, когда участники делятся своими впечатлениями, делятся эмоциями, которые они получили во время мастер-классов, делятся в гостях, в кругу друзей, в общениях. Это самая большая часть. Вот еще интересный вопрос о том, как устанавливаются цены в этом сегменте бизнеса. То есть на что вы ориентируетесь? Да, цена… Конечно, мне не задавали вопрос, почему так дорого или дешево. Я так думаю, что ценитель данного ремесла понимает, что в эту цену входит покупка сырья, покупка специальных красок – это ангобы, это глазури, это энергозатраты. Для меня вопрос, данный вопрос никто не задавал. Хотя, читая в других Инстаграмах, видела, клиенты, участники задают, почему так дорого. Но на самом деле в эту цену входит все – сырье, краски, это НРП-чка муфельная, которая работает. Может ли школа гончарного дела или изо-студия приносить полноценную коммерческую прибыль? То есть не только самооккупация, но и приносить прибыль, а как вид бизнеса? Во-первых, я себя не ассоциирую как бизнес-леди. Мы художники считаем себя не отмерсиво, поэтому, когда приходит прибыль, куда я трачу эту прибыль? Естественно, я трачу эту прибыль на сырье, на краски, на кисти, все, что связано с моей мастерской. Будь это гончарная школа, будь это изобразительная школа. То есть этим можно зарабатывать? Да, это можно. Потому что есть такой стереотип, что на искусстве не заработать в бизнесе. Вообще я скажу, что в искусстве всегда надо поймать волну, свою волну. Вот я всегда своим студентам говорю. В нашем направлении, в творческом направлении, творческий человек должен поймать свою волну. Если ты ловишь эту волну, то успех всегда будет, он обеспечен. Когда ты ловишь свою волну, появляется твоя аудитория. Непосредственно твоя аудитория, которая любит это дело, и это дело их привлекает, манит. В принципе, если раз когда-нибудь раз попробовал любое творчество, будь это живопись, будь это гончарное ремесло, оно всегда манит человека. Человек хочет еще, еще, еще раз попробовать все это. Заново, заново ощутить свои ощущения, новые ощущения. И с каждым разом, когда участник посещает мастер-класс или проходит курсы, он получает абсолютно новые ощущения. Они не похожи на первые. Наверное, надо еще учитывать и рынок, потому что особенности города и вопрос того, что, допустим, такой услуг еще в городе не оказывалось. И есть спрос, соответственно, мало конкурентов или их вообще нет? Вообще спрос есть. В нашем городе спрос большой. И я думаю, что в будущем гончарные мастерские, они тоже появятся. Очень их много будет, потому что население уральско-большое, желающих очень много. То есть в ближайшее время это направление будет развиваться? Да, из-за студии уже пошел процесс. Из-за студии уже как бы он есть, этот процесс пошел. Они уже открыты, их повсюду открываются. Это очень хорошо, потому что здесь участники и дети. Для детей это развитие моторики, восприятие, пространственное мышление из-за студии. Ну и то же самое глинотерапия. Как бы гончарное ремесло в нашем городе только начало. И в будущем, я думаю, что гончарных мастерских будет много. Тем более уже с этим вопросом ко мне ребята приезжали и спрашивали. Это Джанебека интересовались, Джамбиты. Еще, по-моему, Сорды звонили ребята. Интересовались, как начать этот бизнес. Уже многие интересуются. Я, конечно, даю советы, делюсь своим опытом. Ну и очень буду рада, что появятся еще новые мастерские. Давно уже канул в лету стереотип о том, что искусство не может приносить доход в условиях небольших городов. Студии изобразительного искусства, школы обучения навыкам визуального творчества, гончарные мастерские привлекают все большее внимание публики. Рынок уже давно ориентируется на индивидуалистические потребности людей. Об этом говорит успех индустрии красоты, фитнес-культуры и оздоровительных медицинских услуг. Конечно, в отличие от Запада, постсоветский мир был во многом лишен этих сегментов бизнеса. Развитие они получили в крупных мегаполисах только с начала 2000-х. Сейчас очевидно только одно – ниша студий школы изобразительного искусства в ближайшем будущем будет только пополняться все новыми клиентами и все новыми конкурентами. Остается признать – сегодня искусство в трендах современного бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова